В продолжении темы. Осень – пора сбора урожая. И не только в полях. В самом большом фруктовом саде Европы, сад-гиганте, стартовала уборка эксклюзивного сорта яблок – мади. С подробностями наши корреспонденты. Открытое акционерное общество сад-гигант подписали лицензионный договор с итальянской фирмой садоводов и питомников на право выращивания и продажи яблок торговой марки мади. Эти красивые красные яблоки относятся к зимнему сорту созревания, что идеально вписывается в конвейер агрофирмы сад-гигант, говорит агроном-плодовод Владимир Фетченко. Помимо этого, выглядят они очень аппетитно. И что еще более важно, этот сорт является иммунным к парше, то есть к заболеванию, которое характеризуется наличием маленьких пятнышек на плодах и листьях. Это яблоко очень качественное по своим вкусовым характеристикам, по своим товарным качествам, по своим, в принципе, всем органолептическим свойствам. Оно шикарно дает окраску, оно с желтой мякотью. Сорт итальянских яблок выращивается по всем современным технологиям и инновационным методам с применением противоградовых систем. После того, как плоды созревают, их, конечно же, нужно собрать. Так работники сад-гигант бережно срывают яблоко одно за другим и аккуратно кладут его в ведро. А затем также аккуратно высыпают в общую тару, придерживая яблоки рукой. Все это делается не спеша и очень деликатно для того, чтобы ни один из эксклюзивных плодов не пострадал и не потерял свою эстетическую красоту. Этот необычный сорт яблок не единственный, который выращивают в сад-гиганте. Владимир Фетченко рассказал о том, что в данный момент на испытании находятся такие же иммунные сорта яблок. Также есть у нас на испытании еще пять резистентных сортов этого консорциума. Они у нас сейчас на испытании, они пройдут испытания и в дальнейшем будут внедряться в производство. Всего яблони этого сорта посажены на площади 63 гектара. В дальнейшем эта площадь будет увеличена до 200. Планируется собрать тысячу тонн яблок торговой марки «Мади». На сегодняшний день уже собрано 550 тысяч тонн. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».